Хочу сказать вам большое спасибо за то, что нашли время и приехали в Республику Крым. Вы знаете, для нас это знаковое событие. Во-первых, то, что вы журналисты. Во-вторых, то, что вы представляете большинство мусульманских стран мира. Я, со своей стороны, лично очень рад, когда журналисты приезжают, могут своими глазами увидеть то, что на самом деле происходит в Крыму. Крым, как и вся Россия, многонациональный. В Крыму проживают люди более 170 национальностей. Демонстрируем единство по всем, без исключения, вопросам. У нас создан межконфессиональный совет «Мир Дар Божий», в который входят духовные лидеры всех конфессий. Вот с помощью наших духовных лидеров нам удалось с 2014 года удержать всю ситуацию под контролем и допустить межнациональные розни. Взаимное уважение людей разных вероисповеданий – это основа нашей межнациональной политики. По любым социологическим вопросам, которые проводят крупные компании, мы видим, что подавляющее большинство крымчан, больше 90%, оценивают межнациональные отношения как положительные. Много желающих быть клин между нами, между людьми разных национальностей, особенно, когда это касается руководства Украины. Наши оппоненты пытаются паразитировать на национальной политике. Пытаются настроить людей разных национальностей друг против друга. Наши оппоненты пытаются убедить все мировое сообщество, что в Крыму по национальному признаку есть преследование. Гарантирую, что это все ложь. В Крыму ни один человек не подвергается уголовному преследованию за свои политические убеждения или за принадлежность к той или иной национальности. Кто только не прижал, все представители МСЕ и представители НАТО и других представителей западных стран, никому не удалось найти реально пострадавших от правоохранительной системы Российской Федерации в части незаконного преследования. Восстанавливаются и строятся мусульманские памятники. Религиозные учреждения передаются в собственность конфессиям. Сегодня для крымских мусульман строится в городе Симферополе центральная соборная мечеть. Под патронатом непосредственно президента Российской Федерации Владимира Владимира Владимировича Путина и по его поручению. Идет реставрация Ханского дворца, где, я надеюсь, вы уже побывали. Мусульманские праздники наравне с православными, Курбан-Байрам, Ураза-Байрам являются выходными днями. Поэтому у нас на самом деле, то есть большое уважение сегодня к журналистам, которые посетили республику Крым. Уверен, что это даст возможность мусульманскому миру узнать правду о том, что происходит в Крыму. Что люди всех конфессий в Крыму живут дружно, в полном взаимопонимании. И у нас полное взаимопонимание с духовным управлением мусульман Крыма и с нашим уважаемым мужским Хаджимир Ли Аблаевым. Лично муфтий Бей и представители духовного управления мусульман внесли большой вклад в установление мира, дружбы между представителями разных конфессий. Поэтому мы за развитие отношений. Хотим, чтобы вы максимально могли посетить самые знаковые места Крыма. И, возвратившись к себе домой, написать об этом правду. Отдельные слова благодарности и уважения Руслану Руглиевичу Мениханову, который помог организовать этот мир. Мы поддерживаем дружеские отношения, так же, как с Русланом Руглиевичем Кадыровым, с Юнивером Вану Гриевичем Ивкуровым. То есть у меня очень много друзей, мусульман, которые являются надежными друзьями Крыма, моими партнерами. Мы поддерживаем дружеские отношения, которые являются надежными друзьями Кадыровым. Поэтому еще раз слава и благодарности вам за то время, которое вы потратили в Республике Крым. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо.